В общественную палату регулярно поступают жалобы от жителей о том, что рядом с их домами после 11 часов вечера ведется продажа алкогольной продукции. Общественники вместе с сотрудниками полиции отправились в рейд сразу по нескольким адресам. В палатке по улице Садовая, 22, Бойко торговали пивом и продавец, не раздумывая, продал заветную бутылочку подставному лицу. Я просто подошла, попросила пиву, мне сказали, да, есть такое, есть такое, я выбрала, и мне продали бутылку, которую я хотела. Достаточно недорого и без проблем. По факту было зафиксировано административное правонарушение. Владельцу палатки грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Кстати, эту торговую точку штрафуют за продажу алкогольной продукции уже не первый раз. Дальше участники рейда отправились на Можайское шоссе. Но то ли фотокорреспондентов заметили вовремя, то ли чутье продавцов не подвело. Но здесь нам алкоголь не продали даже за тройную цену. Акция проходила не только в Одинцово, много жалоб поступило от жителей поселка Летний отдых. Именно туда направились члены общественной палаты и сотрудники полиции. Единственный круглосуточный магазин на весь поселок. Здесь алкоголь можно купить в любое время. Бутылку водки нам продали, без особых вопросов. Увидев сотрудников полиции, продавец отказался от каких-либо комментариев и не хотел общаться ни с прессой, ни с полицией. Но отвечать за правонарушение все же придется. Сегодня в ходе проведения мероприятия сотрудниками полиции Межмуниципального управления МВД России Одинцовская совместно с членами общественной палаты в ходе проведения данного мероприятия выявлено два факта. Нарушение федерального закона 171, а именно реализация алкогольной продукции в неустановленное время. Руководители данных торговых объектов будут привлечены к административной ответственности по ст. 14.16, ч. 3, что предусматривает административный штраф на индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 10 тысяч рублей, на общество с ограниченной ответственностью от 50 до 100 тысяч рублей. Был составлен протокол. Понятые расписались. Штраф на общество с ограниченной ответственностью Мегарон может составить от 50 до 100 тысяч рублей. Дорого обойдется компанией продажа одной бутылки водки. В помощи журналистов, членов общественной палаты, мы думаем, эти рейды проводятся очень даже эффективно. Совместные рейды общественников и полицейских планируется сделать регулярными. В нашем районе достаточно круглосуточных магазинов. Порядок должен быть наведен в каждом. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».